Иногда вручу мотор поменять, чтобы что-то другое делать. Ой, как хорошо! Вдоль границы трассы, перекладка! Он сбил ей в один дозер. Трасс! Субтитры сделал DimaTorzok Скажи, как готовил свою машину к этому этапу, потому что там что-то глобальные перестройки. Да что, как готовил? Да не, но самое главное, что хочу сказать, что мотор на высоких валах сейчас и на степени, и на спирте. Ты что, теплого тут гонишь? Мотор поет. Отвлекает. В цирк надо было идти ему. Я поменял сошки, но казалось, что не очень, поэтому возвращаемся на место. Значит, пацаны вот готовили свою машину. Твою как-нибудь готовили машину, знаешь? Да ты что, блин, мою когда готовят машину? В конце сезона ее готовят к следующему, а это наполовину. Вот второй год уже BMW готовят, никак не выскочили. Че, как конфиг? Да в целом без изменений, как бы все то же самое, что и в прошлом году. Егор, тебе нравится? Мне Егор хороший мужик, отличный мужик, мне нравится. Че, не понял ни хера? А трасса, трасса классная, трасса еще лучше, ну реально крутая. Разгон сократили в два раза. Ну то есть сначала сократили на 50, потом длинили на 25. Ну вроде все типа по разгону в окей. А почему спирту раньше не ехал, только сейчас? Раньше я спит в себя, Лилм, сейчас коня. Субтитры сделал DimaTorzok Другой, давай логи, средний. Давай логи, давай свечи. Ну очень похожая история встречная в селинде. Я с Аркадием поехал парня. В первом заезде как будто послышал что ли? Типа думаю, ну окей, я не встану. То есть все, показания все в норме, как-то поеду встану. Второй заезд еду, и как бы проехал под финиш на трю уже тем, как там 99, 100, 11, 102. Ну уже финишировал, потом начал падать. Ну как бы видно, что, ну вот, в третьем повезло. Если это мотор, то какой же мотор для СИЗО? Чего там? Я не знаю, но я перестал считать. Мне кажется, больше всех повезло, да? Кореех, потом что-то так летает. Как сказать? Иногда, врачи, мотор поменять, чем что-то другое делать. Ну типа четверт получается. Четверт? Да. Меня тоже. Есть. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Денис Мигаль, создатель, пилот боевого состава в этом сезоне команды Синдек Фрэш автодрифт, его Lexus IS 340, 3-4 литра Рановато выходит из ОЗ1, Денис Мигаль перекладывается щедро, замоливает угла в ОЗ2 И промахивается мимо третий внешний, еле-еле дотягивается до Тачингу 1 Четвертый же надо отработать, конечно, и именно это Денис не делает Пойдем, вот так Там одни зоны, но в целом, бля, *** Тут перекладки видят, я же, разогнался, видят, что он тут в отдачу сезон 89 баллов сумма, отличная первая попытка Вернемся к Лосевому, так вот, топливная аппаратура, ее производительность нужно увеличить ровно в два раза И желательно еще запас иметь некоторый И вот с этим были проблемы вчера определенные, но вроде бы все выловили И Евгений Лосев на свои первые попытки По-любому дадут 95, наверное, по-любому И Дамир Идиатуллин, который попытается сейчас взлететь туда своим ближайшим соперником И таким образом упростить себе день сегодняшний Веру нужно 94, да, 93, да Достаточно за вторую попытку Дамир Идиатуллин отрабатывает Touching Go, отрабатывает последнюю внешнюю, цепляет грунт И заканчивает этот проезд, который, в общем, может ждать для него как раз тем, что ему сейчас и было нужно Итак, 33, 33, 27, то есть 7, 93 балла Вот ровно столько, сколько нужно, чтобы занять пятую позицию Я предлагаю так делать, смотри, я предлагаю ждать всех, чтобы какой-то последний вы сходил Если никого нет, то все, нет, не тратить А так можно? Можно, можно Не вижу смысла выезжать, мне надо машину проверить Ты ее проверишь на Байране, брат Парни, ресурс длинный, вон ты Ай! Че? Приехали? Жопой, че? Не, не надо ел Вырубилось, говорит, давление масла единичка Ай! Ай! Это все! Ай! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этот момент находился за пределами трассы Дима Торзок 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 Я просто померяю, как снимаю, понял, как колено сотрясается. Надо корня тоже втаскивать, да? Сейчас что-нибудь сделаю. Блин, он сухой, да? Сухой, мы его просто не ставили. Нет, мы тут не ставили, у нас это оторвало. Мы его укорачиваем. Зайдем три позиции. Посмотрите, мы его не ставили. Я видел сам эту мотору. Джампли тоже не шутил. Понимаем, мы играли. Кто здесь дома? Все, ну я рассчитывал, браток, вот, снять. Кто? Надо, ну, просто, просто. Как в таком подлоке. Ладно, не заезд. Еще не заезд не выехали, но мотор еще. Да, мы так и рассчитывали, что выехал. Мотор, мы его все лупим. Ромаха! Зачем нам гуся брать, братан? Гуся вылезет. Ее. 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 Продолжение следует... 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 Мощность подбери, Олег. Ну, что там произошло в этом дыму? И здесь. Да, не б***ь! Там опять колесо разулость подберет. Все, работаем? Да. Почему ты вылетаешь там постоянно? Расскажи нашим зрителям. Первую перекладку как можно подпрыгнуть как бы и чуть-чуть не... Во-первых, колесом одним выпал на зоне и, видимо, меня сзади подстащило, а заехал, а скорость-то не покосилась и туда еще подвылетел. Слежим ее отбиться, свежей покрышки, потом как минимум одной. Дефир Диатуллин отправляется на второй заезд, преследуемый Леонидом Шнайдером. И вот она постановка. Дыра в крыле. Первая внешняя клиппинг-зона позади. Перекладка Шнайдер близко. И еще ближе. Третья внешняя. Чуть меньше угол у пилота форвард-авта. Сколько же дыма там в атмосфере. Четвертая внешняя клиппинг-зона. Остается добраться до финиша. И вот он, финиш. План болеть же за Женю Лосева. Он себя неплохо чувствует на этой трассе сегодня. Вот, поэтому Лене пожелаем удачи, а Жене победы. Евгений Лосев, Леонид Шнайдер. Помчали. Два мотора, два GZ. Разные платформы, конечно же. И Лосев в роли лидера. Немного отрывается на разгоне. Отрабатывает первую внешнюю. Шнайдер чуть внутри. Ничего страшного. Абсолютно. Перекладка синхронная. Лосев тем временем с небольшими коррекциями проходит. Что Z2 ввинчивается в третью внешнюю. Похоже, игнорирует. Touch and go 1. И Шнайдер. Немного не рассчитав на последней перекладке, по Дамировскому рецепту отправляется пахать обочину. Он там скидывает Джека в 7. Ну, там Лене все. Пацаны, мы раз ворит, меняем шины. Верун, хорошо, но перекладка опять твоя за углением. Отработали все моменты. Последний, он прям, братан, он вот так закидал, ушел. Минишировал, он переодит. Да, он ушел, я, конечно, не так повидит. Нет, даже нет. Поехали! Поехали! Нам главное выехать просто. Проблемы, ну, пока эвакуация, пока мы ждем, давайте перенесемся в расположение. Вот, поехали. Вторая часть этой дуэли. Если еще вы забыли первым, но потом, конечно, напомним. А пока Евгений Лосев вплотную за Леонидом Шнайдером. Вторая внешняя. Объезжает аккуратно оба. Но угол зону Лосев чуть довозил траекторию, чуть прибрал угол. Скорректировался. Проигнорировать, но вплотную финишировать за Леонидом Шнайдером. Мы решение очень долго взвешивали и решили, в общем, еще разочек посмотреть. Дуэль пятого этапа 2022 года. И, возможно, этот дуэль будет внутри команды, если Шнайдер дожмет Лосева. Но и Лосев, конечно, не так просто, чтобы можно было легко дожать. Поехали. Первая внешняя. Небольшая коррекция. Там у Лосева будем смотреть. Опять графики. Перекладка. Вторая внешняя. Еще один разгон. На встречу Touch&Go. Начинают набирать немного скорость здесь пилоты. Перекладка. Четвертая внешняя. Молодец, Зинер. Хорошо проехал. Поехали. Зеленый сигнал светофора. Леонид Шнайдер. Евгений Лосев. Врываются туда, в зону Фуридаши. И теперь уже первая внешняя. Чуть там в середине заузил траекторию Леня. Но, опять же, ошибка копеечная. Лосев срезает через ногу в зону. И оказывается вплотную. Сильвия С-15. Пилота Форвард Арта. Синхронные перекладки. И последний вираж. Есть. Очень плотный финиш. Генни Лосев. Дома, дома, дома. Сука. Да. Брат, ты лучший. Лучший. Просто, сука, лучший. Просто мрак. Блин, что жаловно наконец-то. Беретесь. Ну что, Джорджик, давай, Фига, зайдем разобраться. Пойдем разобраться, опять-таки. Супер. Стой. Пятого этапа. Евгений Лосев. Йорки Чемчан. Что, в основном? Подальность. Да. Просто чуть лише повесимся. По мнению, тем, я не просто. Пойдем. Пойдем. Неважно как неважно то, что Лосев пока не поднимался в личном зачете выше второго места. Но, может быть, и этот год станет для Евгения прорывным. Но пока он лидирует, естественно, в первом заезде этого финала. Коча ставится синхронно. Небольшие коррекции у Лосева. Два колеса за белой линией. И очень много там было движений по углу у Дойоты. Сильвия, тем не менее, не отстает. Перекладка очень плотно перед УЗ-3. Есть первый тачингол. Вторая. Прыжок в УЗ-4. И Георгий Чевчан не отпускает. Лосева. Ну, теперь вопрос. Сможет ли Женя подняться на вершину этого самого пьедестала почета? Возможно, ответ кроется где-то в районе финишной линии второго заезда. Пока Лосев прессует Гочева З1. Перекладка. Четко исполняет Георгий Чевчан этот элемент. Лосев чуть подзавис там перед второй. Перекладка перед УЗ-3. Здесь нужно наваливаться, пытаться прессовать Гочевчан до самого финиша. И это как раз удается. Молодец Гочевчан. Чуть-чуть не повезло. Мы попросту потом. Получилось. Музыка. Музыка. С нового дня приходит усталость И теперь только нужно чуть-чуть отдохнуть Нам у прошлых побед ничего не осталось Ура! 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 Есть второе место, понятно, что мы им не удовлетворены Понятно, почему-то на улыбке, кроме Жеки, понятно, что у него другое эмоциональное состояние, чем у всех нас У меня вообще ниже дна, я сегодня ночью не спал, у меня вообще дерьмовое состояние Я думаю, Дамир тоже расстроен, несмотря на что, пацаны тоже такой апатий Только отдать, понятно, что результат их работы, вот он, Женя победил Ну, для нас победил, так или иначе Вот, но, к сожалению, опять отрыв в очках Ну, мы как-то, как бы, заморачиваемся по этому поводу Там первые, вторые, осталось два этапа, надо просто выдохнуть и на кайфе проехать Совершенно точно мы в классе превосходим любую команду здесь, абсолютно точно Да, технически нам не все хватает, технически надо усиливаться, да, есть вопросы к этому всему Вот, не хватает и зипа, не хватает и времени, почему-то всего не хватает Вот, ну, будем думать, садиться, разбирать и плюсы, и минусы, как бы, которые всегда имеются Но задача все-таки находить решение, надеюсь, мы их найдем Тяжелый этап, очень тяжелый Мне кажется, что после таких тяжелых этапов наступает все равно какой-то пер Нам не прет, в этом году нам не прет почти никогда Да, мы вот не залетаем, нет легких побед Все, чебы мучаем, блядь, через какие-то МТ, блядь, через какие-то, блядь, тернии идем Да, и каким звездам звезд пока не видим, но идем, понимаешь, верим Вот, я думаю, что все получится Парни, вам не останавливаться, давай я добавлю в дом Пацанское спасибо, без вас мы сдохнем Можно добавить пару в дом? Я хочу сказать всем огромное спасибо, всем Хочу сказать, что когда садишься заведомо играть И играешь аккуратно, проигрываешь, да? Мы играли этот раз на риски, и нас это привезло Я хочу сказать, что хорошо, что мы пошли ва-банк и поставили все на кон И все-таки выехали на риски, сняв все там защиты с машины Поехали, ну, в рулетку на самом деле, в рулетку Но рулетка сыграла, и мы молодцы Я хочу сказать, что мы молодцы в том, что мы просто идем ва-банк до конца Без остановки, и в этом наша сила Это сильнее, чем турнирная таблица в чемпионате Сильнее, это просто, блин, оно все равно придет, ребята Если мы будем все стараться идти вперед-вперед без остановки Брать свое ремесло и нести его до конца, мы станем лучше Мы станем профессиональнее, мы станем увереннее, мы станем... Блин, я не могу объяснить словами, уже запутался немножко Я думаю, все услышали, брат, просто до того И сегодня это было так Спасибо всем За вышесказное два коробка и один Чего ты с ней возишься, блин? Ура! 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 Ура!